Необходимо сотрудничать, а не конкурировать. Это слова председателя КНР Сидинпина. Он выступил на открытии саммита ШОС. В этом году он проходит в онлайн формате. О самых громких заявлениях мы расскажем в вечернем эфире. А пока вот чем запомнилось сегодняшнее утро. Это экономика главная. С вами Богдан Прихода. Здравствуйте. Минфин предложил ведомствам урезать расходы на 10%. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании прав комиссии по бюджетным тратам. Пишет ведомости. Издание подчеркивает, что речь шла о так называемых незащищенных тратах бюджета. Прежде всего, социальных. Участники заседания на такое предложение отреагировали в основном негативно. Хотя и были согласны, что оптимизировать расходы необходимо. В ответ практически все выступающие предлагали министерствам самостоятельно определить, какие траты для них в приоритете, а от каких можно отказаться. В свою очередь Минфин обосновывал необходимость таких фронтальных сокращений растущим разрывом между доходами и расходами. На заседание также предложили нарастить заимствование, но представитель Центробанка выступил резко против. Он объяснил свою позицию перекосом в кредитовании госсектора. А это ограничивает доступ к займам частному бизнесу. К консенсусу на заседание так и не пришли. Та информация, которая есть оперативно, она говорит о том, что в принципе бюджет исполнялся по расходам значительно консервативнее, чем это было даже в мае и апреле. То есть здесь, конечно, нельзя исключать, что последние несколько дней, за которые нет информации, расходы несколько увеличились, среднедневные. Но, тем не менее, можно, наверное, ожидать, что вкупе с дивидендами Сбербанка, которые бюджет федеральный получил в июне, в принципе, вполне вероятно, мы увидим такой достаточно солидный профицит бюджета. То есть несколько сотен миллиардов рублей превышения доходов над расходами я ожидаю. Согласно актуальной росписи расходов на 2023, сумма трат уже выросла почти на триллион по сравнению с законом о бюджете. Эксперты ожидают, что по итогам года разрыв только увеличится. Отмечу, что Минфин предлагает ведомствам отказаться от 10% расходов уже не в первый раз. В целом это уже стало регулярной практикой. Так ведомство поступало и в прошлом, и в пандемийном 2020 году. Аналитики подчеркивают, что за последние несколько лет расходы федерального бюджета выросли более чем в полтора раза. И это лишь отчасти было обеспечено ростом доходной базы. Для того, чтобы предотвратить дефицит казны, власти вернули действия бюджетного правила. Очередная инициатива и снова Минфин. Ведомство предложило продлить неразглашение данных из отчетности для части бизнеса. Как пишет Forbes, уровень закрытости будет кастомизирован. Так, предложенным Минфином и Минэком документе, перечень скрытой информации будет соотноситься с основаниями для ее закрытия. Проект постановления уже внесли в правительство. В текущих условиях в целях дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования необходимо оптимальное раскрытие информации. Но за исключением чувствительных санкционной точки зрения данных. Для каких конкретно компаний могут продлить период неразглашения, в Минфине и Минэке не ответили. В Российском союзе промышленников и предпринимателей в конце июня предлагали пролонгировать режим для всего бизнеса как минимум до 2024 года. Напомню, что 1 июля истек срок действия неразглашения обязательной отчетности, которую ввели в марте прошлого года, после начала СВО и введения множественных санкций. Операции с биткоином признают отмыванием, если криптовалюта будет связана с преступными доходами. Об этом РБК сообщили в Росфинмониторинге. Напомню, что в прошлом месяце Верховный суд пересмотрел приговор в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов. Там указали, что подобные операции, то есть конвертация биткоина через виртуальные обменники, перевод денежных средств на карты третьих лиц, а также их обналичивание, говорят о намерении осужденного легализовать денежные средства. После пересмотра приговора некоторые эксперты посчитали, что такая практика может распространиться и на другие операции с криптовалютами. Однако в Росфинмониторинге ситуацию прояснили. Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций и или других сделок с имуществом, полученных преступным путем. Отмечу, что сейчас крипта в России никак не регулируется. В прошлом году Центробанк разработала законопроект о запрете выпуска и обращении цифровой валюты. Минфин с ним категорически не согласился. Банкиры просят Минцифры не брать с них деньги за использование биометрии. Ее организации собирают для своих же данных баз данных и передают в единую биометрическую систему, пишет коммерсант. В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка направил письмо к главе ведомства Максу Тушадаеву с просьбой скорректировать тарифы. Кстати, согласно им, банки должны платить даже за векторы на клиентов, слепки которых они сами передавали в систему. Хотя организации заливают собственные базы в ЕБС бесплатно. Эксперты подчеркивают, действующая модель тарификации обернется для крупных банков расходами в сотни миллионов рублей. Объем наличной иностранной валюты у россиян сократился почти на 18 миллиардов рублей. В то время как наличных в рублях стало больше на 300 миллиардов. Это данные Центробанка за первый квартал 2023-го. К апрелю большинство активов и домохозяйств составляли акции и прочие формы участия в капитале. Это 35%. А также депозиты 33%. Подчеркну, что к первому февраля этого года на руках у россиян были рекордные 7 триллионов 330 миллиардов наличной иностранной валюты. Такой объем зафиксировали впервые с 2018 года. За все время доступны статистики. В марте 2022-го на фоне набега вкладчиков банки и эмбарго ЕС и США на ввоз в Россию наличных евро и долларов Центробанк ввел ограничения на снятие иностранной валюты со счетов и депозитов. Ограничения продлевались уже дважды. Запретить, но не все. Минпромторг, Минцифры и российские производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт. Запретить ввоз любых серверов и систем хранения данных, но не их компонентов. Например, платы процессоров. Об этом пишет коммерсант. Идея нового механизма принадлежит, а новая числительная техника. Российский производитель IT-оборудования F-Pлюс-Тек также поддерживает эту инициативу. Добавленная стоимость должна появляться внутри страны. В текущих обстоятельствах даже сборка в России уже плюс, так как это новые рабочие места, предприятия, станки. Аналогичные меры можно принять и в отношении других устройств. Смартфонов, ноутбуков и так далее. Так, компания планирует с одной стороны сохранить поставщиков, а с другой – получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства. Плюс ограничения будут стимулировать спрос крупных заказчиков на технику, которую будут собирать именно в России. Основной рынок для таких девайсов, к слову, госзаказ. Минпромторг ждет от инициаторов перечень конкретных брендов и статистику по производству отечественных аналогов. В Минцифре инициативу тоже обсуждать готовы. Крупные компании стараются работать на привычных серверах буквально до последнего. Сбер, например, планирует потратить 158 миллионов долларов на системы хранения данных от Huawei, Dell и NetApp. Поэтому логично, что российские вендоры пытаются расширить свое присутствие в сегменте. Причем, если отечественные аналоги именно оборудования есть, то уже с хранением данных все сложнее. Заменить, например, китайцев будет непросто. Китай ограничил экспорт металлов, которые необходимы для производства чипов. Это Галли и Германий. С 1 августа вывоз будет подлежать экспортному контролю. Цель – защитить национальную безопасность страны, так как эти металлы используются в том числе и в военной промышленности. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая. Его публикует China Daily. Теперь, чтобы экспортировать такую продукцию, поставщикам нужно будет получить лицензию от китайского Минторга. Если необходимо, предоставить подробную информацию о зарубежных покупателях и их заявках. Галли и Германии производятся и в других странах, однако закупать у Китая выгоднее, чем добывать его внутри страны, отмечает Bloomberg. По данным британского аналитического центра Critical Minerals, на долю КНР приходится около 94% мирового производства галли. Из-за ограничений цены, к слову, могут вырасти. Более миллиарда евро составили убытки французских компаний от нескольких дней беспорядков. Заявили в Союзе предприниматели, передает издание Паризьен. По словам главы Союза, сейчас сложно говорить о каких-то конкретных цифрах. Однако бизнес во Франции точно потерял больше миллиарда. И это не считая ущерба в сфере туризма. За несколько дней беспорядков было разграблено около 200 предприятий. Кроме того, был нанесен ущерб более чем 300 банковских подразделений. Напомню, протесты во Франции начались неделю назад, когда полицейские застрелили подростка алжирского происхождения. К этой минуте у меня все. Отдали рынки после рекламы. Не приключайтесь, смотрите РБК.